Всем привет! Меня зовут Виталий Штыбин и это специальное видео, в котором я хотел бы рассказать об истории появления ислама на территории, относящейся к современному Краснодарскому краю. Ислам, вообще мусульманская религия в России, всегда являлась частью большой истории. Со времени появления российского государства мусульмане играли важную роль в нем, составляя таким образом один из столбов российской многонациональной и многоконфессиональной государственности. Сегодня ислам в Российской Федерации считается второй по численности религии после православия, представители которой, по предварительным данным, составляют не менее 10% населения страны. Не является исключением и Краснодарский край. Здесь верующие мусульмане делятся на две категории. С одной стороны, это разбросанные по краю семьи представители мусульманских народов Кавказа или Средней Азии, а также Средней Волги. Это мусульмане, скажем так, зарубежных стран. С другой стороны, это коренные жители края. В частности, это адыги, также известные как черкесы. И в край они сегодня представлены в двух районах. Это Армавирский район вдоль Кубани, где живут адыги преимущественно Беслинеевского колена племенного, и в Приморской зоне Черноморского побережья, на территории Большого Сочи, а также в Туапсинском районе. Это адыги-шаапсуги. Интересы мусульман Краснодарского края и соседей с ними Республики Адыгея сегодня представляют духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края. В настоящее время оно объединяет 12 районных и 3 городских религиозных организаций мусульман, которым подведомственны 40 общин Республики Адыгея и еще 7 общин на территории Краснодарского края. Полноценной мечети в столице Краснодарского края, Краснодаре, городе нет сегодня. Ее функции успешно замещает молельный дом в частном секторе, а также отдельные мечети в соседней Республике Адыгея, расположенные буквально на другой стороне реки, к югу от города, в общем-то в доступности. Если касаться Черноморского побережья, то там действует крупный молельный дом в городе Сочи, который исполняет как раз таки функции мечети сегодня для мусульман Черноморского побережья Кавказа. Имеются также две небольшие реконструированные мечети в аулах прибрежных адыгах Шапсугов. Это аулы Тхагапш в Большом Сочи и аулы Большой Псюшхо в Туапсинском районе, но это маленькие очень мечети, в основном деревянные и представляют собой реконструкции именно тех мечетей, которые там существовали примерно до 1930 года. Это, например, здание 19-20 века реконструирования. Но углубимся в историю. Первые зачатки ислама появляются на Северном Кавказе примерно в 7 веке, период нашествия арабов. Однако серьезных ростков они тогда не дали, поскольку арабы не сумели надежно удержаться в этих краях и воспринимались коренным населением как захватчики. Население Северо-Западного Кавказа тогда придерживалось либо православной, либо языческой религии. Ислам начал проникать на Северный Кавказ примерно в 14 веке из Золотой Орды, где часть тех же адыгов Черкес, например, служила в войсках хана. Крах Византийской империи в 1453 году подорвал позиции христианства на Северо-Западном Кавказе и запустил процесс распространения ислама вместе с появлением власти Османской Орды и Крымского ханства на этих территориях. Но на Северо-Западном Кавказе процесс этот растянулся до середины 19 века, ввиду того, что первое время Османская империя и Крымское ханство не предпринимало активных попыток распространения ислама, особенно в горной местности, где, в общем-то, власти они не имели. Пионерами в принятии мусульманской религии в то время были представители именно адыгской, черкесской элиты, которая находилась в тесных контактах, родственных контактах, в том числе, с римскими ханами. И ряд авторов позже, уже 19-го, 20-го веков, писавших об утверждении ислама именно у адыгов и у черкесов, называли, в первую очередь, Кабарду местом, где мусульманство утвердилось ранее всего, что неудивительно, або феодальные структуры в Кабарде были развиты наиболее. Но Кабарда, как бы, относится к центральной части Северного Кавказа. Массовое же распространение ислама среди адыгов, именно западных адыгов, которые проживали на территориях, относящихся сегодня к Краснодарскому краю и Адыгеи, началось с 1717 года, когда Османская империя возвела дело именно исламизации адыгов-черкесов в рамках своей государственной политики и начала полноценную, скажем так, поддержку распространению мусульманства через обучение имамов, через распространение религии. Со стороны Крымского ханства ее осуществляли такие ханы, как Девлет-Гирей и Казы-Гирей. Первыми ислам из всех черкесских этнографических именно групп племенных приняли те из них, которые проживали, в основном, на равнинах, либо на Черноморском и Азовском приморских побережьях, наиболее близких зонах контакта с основными турецкими торговыми городами. Это такие племена, как Хигайки, или также известны, как Шигаки, это Жанеевцы, в принципе, этих двух племен уже в 19 веку не осталось, не растворились, это натухайцы и это бжедуги, которые тогда еще в раннее время находились на побережье и позже только передвинулись в центральную часть края. Наконец, последними стали убыхи, шапсуги и абадзехи, которые занимали гористую и высокогорную местность северо-западного Кавказа и долей всех придерживались своей именно родной языческой религии, адыгства. И, в общем-то, по сей день даже у шапсугов, которые остались еще проживать на Приморской зоне, это ощущается очень сильно, такое смешение разных религий ислама, христианства и каких-то элементов языческой религии. Проникновение новой религии было связано с многими трудностями. Во-первых, принятие ислама черкесской элиты сыграло как положительную, так и отрицательную роль в укоренении исламского мировоззрения среди адыгов-черкесов. Дело в том, что сохранение адата, то есть традиционного устройства общества и традиционного способа разрешения споров в обществе, было выгодно для самих правителей, которые нашли в нем поддержку и упрощение своей власти. А поскольку мусульманство как бы предполагало равенство всех, и это очень импонировало, наоборот, простым людям, крестьянство и червенность. Кроме того, в противоположность местным адатам, обязательные нормы шариата могли сыграть немалую роль в объединении крестьянства, чего боялась садыгская черкесская знать. Во-вторых, эфенди, как правило, у черкесов были выходцами из крестьян, а князья и дворя, они традиционно искали самовыражение свое в набегах и войнах, для них считалось непрестижным идти в эфенди, это предполагалось возможным только, может быть, на пенсии, что условно, если ты выжил в набегах и на старосты лет решил предаться, например, религиозным вопросам. Но это считалось, скажем так, немужественным в обществе. В-третьих, другой особенностью ислама, названным именно на Кавказе является сложившийся в регионе институт так называемой вакуфной или религиозной собственности. Возможно, это объясняется не столь долгим периодом активного проникновения ислама на северо-западном Кавказе. Сказался тот факт, что распространение ислама происходило в основном-то в условиях войны и отсутствие какой-то политической стабильности и вследствие этого определило отсутствие у эфенди местных именно серьезных каких-то экономических позиций. Они посвятили свою жизнь проповеди исламского благочестия, образовательной деятельности и не владели обширными земельными участками, как, например, это было в Малой Азии. С началом Кавказской войны важную роль на первом месте, на первом ее этапе сыграл чеченец шейх Мансур, предшественник знаменитого Шамиля. Он объявил России тогда священную войну, джихад и многие недовольные России, но колеблющиеся в своем религиозном отношении вождей Черкесии, Кабарды и Чечни, приняли тогда ислам. И наибольшего успеха религиозные реформаторы именно в западной части Кавказа добились в таких провинциях Черкесии, как Нтухай, Бжедугия и Абадзехия. Особенно Абадзехия, которая стала, в общем-то, базой, что ли, для распространения ислама со стороны одного из наибов Шамиля, в частности, Магомед Амина, самого успешного из наибов Шамиля. До этого были еще двое, но они не так преуспели. Таким образом, правовые и обрядовые установления мусульманской религии в итоге отразились в культуре адыгах, в их песнях, в их фольклоре. И исламская этика стала одной из составляющих самосознания черкесского народа, его религиозной самоидентификации. И ислам стал массовой народной религией, особенно в последние годы Кавказской войны с 1830 по 1864 годы, во время именно активной ее фазы, как такого своего рода способ объединения. Сегодня среди адыгов распространено мусульманство суннитского толка с примесью некоторых народных черт в праздничных обрядах, у шапсугов более это выражено, у адыгов в Адыгее, например, у черкесов менее. В советский период на территории Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Корчаево-Черкесии имела место борьба с любыми религиозными проявлениями, как, в общем-то, и на всей территории Советского Союза. То есть в этом случае пострадал и ислам, многие финди были сосланы в Сибирь, расстреляны, мечети переоборудовались в те же фельдшерские пункты, например, и так далее. Также, в общем-то, так подверглось гонениям и, в общем-то, и остатки родной религии языческой. Под лозунгами «Борьба с пережитками прошлого» запрещалось проведение обрядов, разрушались мечети, произвели аресты духовенства. Среди адыгской элиты, как правило, партийной и хозяйственной, был тогда популярен атеизм, который ими и пропагандировался всему остальному народу. В 1990-е годы ситуация изменилась, и на сегодняшний день подавляющее большинство черкес, мусульмане и сунниты вновь старшие частью исламской основы многонациональной и многоконфессиональной России. На этом у меня все. До новых встреч. Всем пока.